Всем тихой ночи. В голосовании и в комментариях в прошлый раз с большим отрывом победил вариант изучения SCP-001 русскоязычного филиала. Как и в англоязычном SCP, тут тоже несколько ноль первых объектов, а точнее три. Да, после того, как мы отходим от меметической угрозы, охраняющей файл первого объекта, мы видим три названия. Три аномалии опухоль миров, проект Сцила и Файнале. Пойдем по порядку. Первый документ был получен в ходе приема передачи из другого измерения и описывает аномалию, угрожающую всем людям во всех мирах и даже самим этим мирам. В чем же суть? С первых же строчек описания мы понимаем, что аномалией являются сами люди. И главная опасность в том, что бесконтрольное развитие человечества приводит к уничтожению всей мультивселенной. Проблема в том, что изначально после Большого Взрыва возникло конечное число измерений, и новые не появлялись. И так было до появления людей. Люди же, как оказалось, обладают аномальной способностью создавать новые параллельные миры, всего лишь делая осознанный выбор. Во время совершения любого выбора появляется целая вселенная, где этот выбор сделан и где нет. Ученые фонда ACB посчитали, что есть некоторый максимальный предел возможных вселенных, при достижении которого вся мультивселенная начинает разрушаться. Наверное, вселенская память переполнится и выпадет синий экран, что-то такое. При этом создаваемые выбором людей миры изначально пребывают в статическом состоянии, и начинают существовать в полном смысле этого слова, когда между исходной или реликтовой реальностью и новой открывается портал. Кроме того, выходит, что основная реальность фонда появилась именно таким вот образом. Люди из изначальной реальности R42 открыли в неё портал в ходе каких-то исследований, и с этого момента как бы наш мир стал жить своей жизнью. Для того, чтобы мультивселенная не схлопнулась раньше времени, фонд в реальности R42 уничтожил большую часть населения своей версии Земли. А кроме того, были разработаны устройства, подавляющие свободу воли и вариативность мышления людей. В общем, жизнь там весьма мрачна и похожа на худшую антиутопию. Также фонд того мира предлагает активировать в обычной реальности SCP-устройство, которое попросту прекратит её существование, поставив в Совету 5 перед выбором уничтожить свой мир, чтобы предотвратить мнимую угрозу, или посмотреть, что же в итоге будет. Масштаб событий сразу во всю мультивселенную, и размер трагедии во всё человечество во всех мирах. Таков первый SCP-001 Руфонда. А сам объект, кстати, основан на философии модального реализма, придуманной Дэвидом Льюисом, согласно которой все возможные миры уже существуют, а граница возможного расширяется с каждым осознанным выбором любого человека. Правда, модальный реализм не делает таких трагических выводов, и там множество миров бесконечно. Второй 001 объект чуть менее масштабный. В истории проекта Scylla описывается процесс в рождении реальности в пределах планеты Земля. Начиная с 2000 года происходит стремительный прирост аномальных явлений, при этом измерения плотности реальности в юмах показывают, что эта самая плотность быстро падает, и мир постепенно погружается в безумие. Все эти события, судя по всему, связаны с организацией Гора Гнилого Господа, и распространением её зловещей энергии Я и Злои, той самой, которая превращает людей в вечно разлагающихся монстров. Об этом на канале даже есть видео, правда старое, но ссылку в описании всё равно оставлю. Далее в объекте мы читаем записи доктора Литмана, изучавшего то самое вырождение реальности незадолго до своей загадочной смерти. Изначально предметом его изысканий были субстанции, производимые SCP-1195-RU. Объект этот, это медальон, вокруг которого появляются органические жидкости, в разной степени разложения, и мелкие мёртвые организмы. Учёный обнаружил, что атомы воды в этих жидкостях образуют аномальные структуры, и наблюдение этих структур стало для сотрудников фонда занятием на многие дни вперёд. Также структуру удалось обнаружить и в некоторых других объектах, например, в SCP-1243-RU. Сам объект это скульптура странного вида человека, вокруг которой значительно ускоряются процессы гниения и разложения. Если в небольшом углублении, извая, не убить живое существо, пролив его кровь, труп быстро взрастает грибами, а рот наполняется червями. И вот в жидкостях этих червей Литман также нашёл образующиеся структуры, такие же, как он видел в случае с предыдущим объектом. Ещё Литман открыл, что эти объекты усиливают эффекты друг друга. Если разместить рядом, они начинают реагировать более выраженным образованием подозрительных структур. Вот только затем его ждало не самое приятное открытие. Объекты начали реагировать и на него самого. Но какова же природа этого заражения? Каким образом зловещая сила гнилого Господа проникла в человека? После недолгих размышлений учёные приходят к выводу, что само по себе осмысление и понимание зловещей сущности я и злое, и вызывает поражение им. И поражение это прогрессировало. В какой-то момент в кабинете Литмана прогремел выстрел, а в его теле было обнаружено огромное количество червей, которые на момент смерти заполнили все полости его организма. Также в его кабинете нашли диктофон с записанным сообщением. В этом сообщении он говорит, что сами по себе волокна, из которых состоит реальность, начали истончаться и рваться. А космические существа, тянущиеся к разложению, например, относящиеся к горе гнилого Господа, лишь чувствуют это и забрасывают свои отвратительные артефакты в такие миры, где они, как семена, всходят и дают свои гнилые плоды. Однако первопричина не в этих могущественных монстрах, а в самих людях, которые позволяют своему миру разлагаться глубоко. И, наконец, третий 001 объект. Одной тихой ночи 2027 года на всех зонах SCP разом завыли сирены. Сразу отказали все якори реальности и счетчики Канта. Но, вопреки ожиданиям, многочисленные аномальные чудовища не вырвались из своего заточения. А, напротив, когда сирены стихли, в зонах фонда настала леденящая кровь-тишина. Что же произошло? Из описания мы сразу узнаем, что объект это событие, произошедшее в 2017 году, после которого все хранимые фондом объекта или перестали существовать, или стали обычными предметами. А тревога сработала из-за того, что оборудование фонда, использующее аномальные принципы, перестало работать. Якори реальности и счетчики Канта моментально отключились. Закрылись порталованные измерения. Последующее исследование более 2000 бывших аномалий показало, что они попросту перестали проявлять какие бы то ни было необычные свойства. В этих условиях главной проблемой фонда SCP стало продолжение собственного существования. Ведь тайная организация использовала огромное количество объектов и для того, чтобы скрывать свое существование, и чтобы существовать в принципе. А вот работы меньше не стало. Ведь у многих аномальных объектов были антимиметические свойства, делающие их недоступными восприятию человека. Люди внезапно для себя открыли существование тайных островов, целых стран и городов, до этого скрытых различных криптидов и колоссальных построек, которые раньше были спрятаны от глаз своей аномальной маскировкой. Все тайное разум стал явным. При этом большая часть амнезиаков, которыми бы фонд мог просто стереть память, всем увидевшим что-то необычное, просто перестал работать. И просто так распылить вещества для забывания в воздухе фонд уже не смог. Кроме этих событий произошло еще кое-что. Сильно изменилась жизнь обычного человека. Ведь, как оказалось, многие из привычных обывателей вещей также, по сути, являлись аномальными объектами и явлениями. Это привело к коренному изменению жизни большинства на планете. Значительной напряженности. Во многих странах начались восстания и беспорядки. А еще, вдобавок ко всему, практически все уцелевшие организации бывшего аномального мира вышли из тени и начали участвовать в мировой политике и бизнесе, потеснив уже существующие силы и группы. Исчезновение всего аномального, на удивление, не сделало мир нормальным. А скорее, напротив, погрузило его в хаос. И фонд SCP принял в этом мире новую роль. По возможности ограждать от этого хаоса обычных людей. И вообще, этот объект, по смыслу, очень похож на 1001 из английского филиала. Но вот это развитие истории с миром, не сумевшим принять реальную нормальность, это довольно-таки интересно. Таковы SCP-001 русскоязычного филиала. Объект, обыгрывающий философскую концепцию. Объект, рассуждающий о гниении мира. И рассуждение о том, что же на самом деле такое аномальное и ненормальное. Довольно достойно. Ну а вы, конечно же, не забывайте писать в комментариях о том, что мы еще не обсуждали на этом канале. За что будет больше комментариев, о том мы и поговорим в следующем подобном видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok